Первый нацпроект, реализация которого началась в Сарове в этом году – образование. С привлечением бюджетов верхних уровней строится школа на 600 мест на улице Зорге. На объекте полностью выполнена работа нулевого цикла. В следующем году можно будет закладывать фундамент. Исполнение хорошее. То есть реально подрядчик, который выиграл данный конкурс, по своим обязательствам отвечает в полном объеме и исполняет по финансам больше, чем было запланировано. То есть мы уже однажды завращались в области для дополнительного финансирования. И на сегодняшний день по дополнительному выигранному финансированию исполнение 99,9. Проект «Демография» состоял из двух программ. Создание спортивной площадки на улице Чкаловой, подготовка спортивного резерва для субъектов РФ. Кассовое исполнение по обоим проектам 100%. Третий нацпроект – жилье и городская среда включает в себя благоустройство лыжной базы. А вот здесь уже есть подводные камни. Сдать ее должны были 27 ноября, однако работы на объекте еще продолжаются. Здесь исполнение фактически составляет 70%. За оставшиеся дни, крайний срок у нас отчета по этому проекту – 24 декабря. По нашим планам мы должны этот проект полностью завершить. В отчетах по нацпроектам не фигурирует парк имени Зернова. Его реконструируют на 100 миллионов, который Саров выиграл на федеральном конкурсе среди малогородов и исторических поселений Минстроя. Сам конкурс был в 2018 году. В этом году реализация проекта включена Минстроем в нацпроект «Жилье и городская среда». Из того, что сегодня там происходит, идет бетонирование лестницы. Значит, по планам должны завершить бетонирование на этой неделе. Идет отделка входной группы, то есть она сложная, новая. Вы видели, что ее демонтировали, и отделка будет завершена в субботу. По плитке идет укладка, и завершение работ планируется на следующей неделе. И в целом, исполнение по этому проекту мы обязаны тоже сделать не позднее 24 декабря. Что касается экологии, то в этом году было заявлено три проекта. По двум из них выделили финансирование на строительство здания, очистных сооружений и реконструкцию здания мехобезвоживания. Первый перешел на следующий год, поскольку ни один подрядчик не заявился на конкурс. Что касается проекта по реконструкции здания мехобезвоживания, то здесь была длительная работа по проведению трех видов экспертиз. Были соответствующие замечания, там и по линии карста опасностей, и по линии экологических сбросов-выбросов. Еще раз, три вида экспертиз, которые завершились недавно, когда уже, собственно, на конкурс выходить было бесполезно. Тогда правительство Нижегородской области средства на этот проект забрало в областной бюджет, чтобы выделить их в следующем году. По поручению губернатора Глеба Никитина, муниципалитеты региона должны получить оценку за реализацию национальных проектов. Сделать это необходимо до середины декабря. Если мы выполняем все обязательства в рамках контрактов, сроки и в объемах денег и с нужным качеством, значит, мы получаем высшую оценку. Если мы по какому-то параметру начинаем выпадать, либо страдает качество, либо сроки, мы должны сами себе дать оценку объективную. Оценивать должны депутаты Городской Думы и представители областного правительства. Администрация внесла в Думу соответствующий проект решения. Проект решения по данному вопросу поступил в Городскую Думу и действительно предлагается оценить три национальных проекта. Национальный проект зимографии надлежащей исполнения, образование надлежащей, жюри и городская среда будет творить. Депутаты вынесли проект решения на заседание Городской Думы 13 декабря. Глава региона Глеб Никитин ранее предупредил чиновников, что если оценка будет неудовлетворительной, то примут самые жесткие решения. Екатерина Пёнова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!